Привет всем! В одном из своих последних видео я рассказывала, что подсаживаю к некоторым растениям ростки и они от этого лучше растут, особенно когда я подсаживаю к суккулентам и к сенсивьериям. Вот та самая няня сенсивьерия, которой я всегда подсаживаю растения. Если кто-то давно на меня подписан, то видели одно из моих стареньких видео, где я как раз показывала именно эту сенсивьерию подсаженные к ней росточки и когда я их отсаживала, когда они уже выросли. Она уже несколько поколений вырастила, эта сенсивьерия. Вот сейчас у нее правда только вот эта вот фиалочка. Вот эта фиалочка, листок я воткнула не так давно и вот она выросла. Другую фиалочку недавно я забрала и много растений отсадила. Сейчас вот как раз период роста, они пошли-пошли-пошли и я их быстренько отсадила, еще земли подсыпала. Все это сделала аккуратненько, сейчас пока у нее одна питомица здесь растет на окне. Вот она у меня любит вот так выращивать и все возле нее хорошо растут, просто отлично растут. Я так понимаю, у них хороший симбиоз, ничего такого нет, никто ни у кого энергию не высасывает, им скорее всего весело. Вы можете посмотреть передачи научные, как растения тоже общаются друг с другом, как они сигналы посылают друг другу. Они живые, у них даже кровеносная, вот как типа кровеносная система, похожая вот тут система, да, если посмотреть под микроскопом, почти все как у людей, все там двигается, все так же. Вот они я подсаживаю маленькую фиалочку, так вот в отдельный горшочек, да, сажала я их, листики. Нужно обязательно удобрение туда, вот эти стимуляторы роста, иначе не очень-то они растут. А вот сюда просто подсаживаешь, я бывает так много вот здесь вот насажаю и они растут. Только подрастет уже совсем, уже там пошла корневая система, все, я в отдельный горшочек ее отсаживаю. Она у меня начала цвести, как вы видели, вы видите, она цветет. И разве кто-то у нее высасывает энергию, наоборот, когда я стала к ней подсаживать вот этих вот воспитанников, вот, то она начала у меня цвести. С тех пор она у меня цветет. Вот. Ну, сейчас она как раз цветет. Вот. Смотрите, как красиво. Все нормально, симбиозы одни и другим нужны. Им тоже растениям одним быть не очень хорошо. Скоро я ее уже отсажу. Вот она у меня в период покоя, может быть, она и одна будет. Может, и подсажу кого-то, даже на зиму. Пусть там листочки эти у нее. Зимой не так уж развивается период покоя. Растения просто как бы почти не растут. Но все-таки вместе им лучше. Недаром и говорят, что суккуленты это растения, которые отдают много энергии. У них очень хорошая энергетика. Это мои любимые растения, суккуленты. Вообще, если люди новички, если ничего у них не растет, я советую именно суккуленты выращивать. Красулы разные виды. Вы, наверное, смотрели мои ролики. Сколько много видов. Какая красота. Какие они жирненькие, красивые. Всякие разные. Вот. И они растут всегда. Они растут хоть как вы там их перелили. Ну, переливать это хуже, а если пересушили, все потерпит. Самые такие растения, которые все выдерживают. У меня на первом месте суккуленты. Вот. В общем, можете смело подсаживать росточки и выращивать. Любые росточки. Никакая энергия там ни с кого не уйдет. Им весело вместе. Красивые цветочки у нее. Вот. Такие цветоносы. На них капельки сейчас на этих цветах. Они еще полностью не распустились. Потом я вам покажу еще, когда полностью распустится. Капельки про капельки я снимала. Другой видеоролик. Вы можете его посмотреть. Там подробнее все рассказывается. О капельках на орхидеях, на других растениях. Когда бывает, что это патология, а когда это нормально. В данном случае это нормально. Просто там глюкоза, сахар выделяется. Это тоже в природе привлекает опылителей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»